Регион Латинской Америки характеризуется интеграционными процессами в области экономики. И этот процесс состоит из различных компонентов. Все вот эти организации, организмы, они помимо того, что развивали сотрудничество внутри каждой из этих союзов, они также развивали сотрудничество со странами, не входящими в эти организации. И без всякого сомнения, что любое сотрудничество или расширение сотрудничества Беларуси со всеми этими организмами, союзами и конкретными странами воспринимается и будет восприниматься как положительное явление. Есть взаимный интерес, дополнительный интерес со стороны участников этих организаций. Беларусь представляет собой страну, которая пользуется авторитетом, которая пользуется сослуженным интересом в нашей регионе. И это лишний раз, так сказать, было продемонстрировано и воспринято во время посещения Лукашенко печальных похорон президента Венесуэлы Чавеса. Мы полагаем и более того, мы уверены в том, что сотрудничество и развитие совместного сотрудничества Республики Беларусь с этими странами, с этими организациями, оно будет и в дальнейшем развиваться. Безусловно, мы считаем, что сотрудничество между Беларусью и Кубой в сфере фармацевтической промышленности – это как раз одно из наиболее перспективных направлений нашего сотрудничества. Потому что имеется значительный потенциал, большой потенциал как у Кубы, так и у Беларуси в этой области. И между предприятиями наших стран уже, так сказать, имели место достаточно интенсивные контакты, переговоры по этому вопросу. На сегодняшний день наиболее таким продвинутым, что ли, проектом является проект создания совместного предприятия по производству лекарств для лечения рака легочных заболеваний. Проект этот основан на базе двух кубинских лекарств – эпоксин и леокосин. Для лечения как раз вот рака легочных. Уже, так сказать, он зарекомендовал себя в различных клиниках разных стран мира. То есть он прошел и клинические испытания, и, в общем-то, зарекомендовал себя на практике. Этот проект, он находится в хорошей стадии развития. Ну и, кроме того, есть и другие проекты и замыслы, которые также находятся в стадии готовки и развития. Все эти проекты, которые касаются и фармацевтической промышленности, и биотехнологии, они представляют большой интерес для обоих государств. Но это не единственные сферы. У нас имеется значительный потенциал в развитии в области транспорта, включая сюда и дальнейшие поставки и автобусов, и тракторов, и других машин из Беларуси. А также, естественно, целый шлейф запасных частей к поставляемым машинам. Создание технологических центров для обслуживания поставленных на экспорт машин и оборудования. Кроме того, очень важная сфера – это сельское хозяйство, поставка сельхозмашин. На Кубе вы можете увидеть, наблюдать трактора МТЗ и в качестве транспортных средств, и в качестве сельхозмашин на полях. И, в общем-то, сейчас обсуждается вопрос модернизации МТЗ-80, которые мы импортируем на Кубу в значительных количествах. И не просто в качестве модернизации этих тракторов, но и для того, чтобы они могли работать со всем полным шлейфом этих дополнительных сельхозмашин и агрегатов, которые к ним прицепляются. Кроме того, мы хотели бы рассматривать вопросы совместной копродукции, совместного производства, продукции пищевой промышленности. То есть не просто поставок импортировать или экспортировать, но и совместно производить продукты питания. И это одна из современных, последних идей, которая возникла и которая обсуждается активно. Ну и имеет также большое значение и большое будущее вот такая область, которую мы предлагаем и которая принята, это в области информатики и телекоммуникации.